Здравствуйте, Фикрет Меолим. Здравствуйте. Давайте еще раз подытожим, что же из себя представляет свободная экономическая зона и в целом какие дивиденды она принесет экономике Азербайджана. Я думаю, что вот это событие, которое произошло вчера, оно имеет, я бы сказал, очень важное такое значение для Азербайджана. Я бы его сравнил с подписанием контракта ВЕКа в 94-м, когда Азербайджан дал сигнал для привлечения нефтяных компаний, дал им, создал для них условия, чтобы они приходили в Азербайджан, вкладывали в экономику Азербайджана. Соответственно, компании получили очень позитивный опыт, они вложили и получили очень большие дивиденды от этого. И Азербайджан, безусловно, тоже получил очень хорошие дивиденды, смог развить свою промышленность. И мы видим, что Азербайджан сейчас уже динамично развивающаяся страна. Теперь, что касается Алятской экономической зоны, она прежде всего нацелена на развитие не нефтяного сектора. Об этом было подчеркнуто. И если в отличие от минералов, скажем, нефти, компании могут прийти даже в очень рисковых условиях и вкладывать деньги в этот сектор, то для нефтового сектора необходимо создать максимально выгодные условия для компании. И я думаю, что сейчас есть, по крайней мере, появились три новых аспекта, которые позволяют сказать, что именно сегодня в данной ситуации, скажем так, дать начало вот этой такой экономической зоне играет очень важную роль. Прежде всего, это стабильность экономическая и политическая. То есть вопрос в Карабах уже решен, скажем так. И Азербайджан дает совершенно другая ситуация по стабильности. Более того, развивается Зангидульский коридор, то есть помимо коридора, который идет по линии Баку-Тиблиси-Карс, Актау-Баку-Тиблиси-Карс, соединяя Восток-Запад, мы еще получаем Зангидульский коридор. Впрочем, важный такой момент. Второе, Азербайджан активно использует создание умных городов, умных деревень. Это, значит, использование ведущих технологий мира. Безусловно, те компании, которые будут работать на освобожденных территориях, они тоже получают возможность сначала пробирать какие-то свои элементы, производить их в этой свободной экономической зоне и потом применять на освобожденных территориях. Кроме того, другой важный аспект еще то, что мир выходит из пандемии, то есть вакцинация тотальная происходит по всему миру, безусловно, мы уже сейчас видим, что дорожают морские перевозки. И конкуренция между ведущими странами мира, это вот Европа, Китай, США, также позволяет то, что будет развиваться коридор в направлении, новых коридоров будет развиваться движение. И вот в этом аспекте, значит, соединение Китая, большого рынка Китая, Западной Европы, вот с Европой будет, безусловно, тоже будет искать какой-то новый путь. И в этом плане создание свободной экономической зоны в Аляте тоже позволит капитальским компаниям искать новый вариант внедрения на европейские рынки, так и для компаний Западной Европы. Между прочим, по последним данным, именно западноевропейские страны очень мощно развиваются, это Швейцария, Швеция, Дания и другие, для их перспективы достижения на рынке Азии. И здесь задача вот этого свободной экономической зоны, чтобы иностранные компании пришли, получили весьма предсказуемые условия, это практически отсутствие налоговложения, то есть вообще отсутствие налоговложения, это свободная репатриация прибылей в страны, откуда были сделаны инвестиции, это, опять же, управление этим бизнесом, это как заполнение, прежде всего, это должно быть экспорт-ориентированное производство. То есть задача такая, чтобы компания производила в Азербайджане, вот в этой свободной экономической зоне, и в дальнейшем, сначала на региональном аспекте, а на глобальном аспекте, могла бы перевозить свои товары. Но также могут быть там участвовать компании, которые, прежде всего, рассматривают рынок Азербайджана, как, значит, свой последний пункт назначения своих товаров, и таким образом они как бы минули и таможенные барьеры в какой-то степени, и другой еще важный момент, то, что Азербайджан за эти годы развития своего нефтяного сектора смог создать очень сильный человеческий потенциал, то есть human capital, то есть капитал, именно образованные кадры позволяют на сегодняшний день сказать, что все условия, то есть инфраструктура поддерживают со стороны государства, высококвалифицированные кадры, близость к рынкам, нахождение как раз-таки в сердце Евразии, то есть одинаковое расстояние как до ведущих рынков Азии по дальности, так и до европейских рынков, позволяет найти, во-первых, альтернативный новый путь к существующим, а также снизить издержки и внедриться на новые рынки. Вот я бы сказал... Говоря об Аляте, скажешь, вот почему именно создается в Аляте? Дело, что в развитой инфраструктуре этого региона или как? Ну, инфраструктура там, безусловно, за эти годы сделано очень много направлений развития инфраструктуры, то есть там, во-первых, международный морской порт, в который уже много времени, скажем, вкладываются большие средства, то есть товары, которые будут прибывать из того же Китая, скажем, они через октав попадают туда, и дальше логистические компании могут их перевозить в другие страны. Но здесь, об этом мы говорим value-added, то есть добавленная стоимость должна быть, то есть как бы вот в этой зоне должны быть какие-то добавления стоимости, то есть какой-то должен прийти полуфабрикат, он должен быть дальше, его надо из него сделать товар, который может пойти на рынки, скажем, в Грузии, я не знаю, в Турции, там, в другие страны и так далее. То есть здесь есть, безусловно, инфраструктура, дороги мы знаем, и нефтяной терминал там рядом, то есть мы видим железнодорожное сообщение там есть, морские, то есть все вот эти мультимодальные перевозки, железнодорожный транспорт, морской транспорт, автомобильные дороги, все это позволяет говорить о том, что эта зона будет и также непосредственно близко от Баку, все-таки 65 километров, это не такая большая, не такое большое расстояние, я думаю, что компании могут очень быстро попадать в Баку при желании, если там хотят там специалисты побывать в Баку, то, безусловно, это очень быстро можно сделать. Спасибо вам огромное за то, что ответили на наши вопросы и так подробно рассказали. Благодарю, я напомню, мы говорили с секретом по шаевам, экспертом-международником, доктором по философии по экономике. Продолжение следует...